И на завершение нашего служения Покачание нашего служения Давайте, которым прошу Тимофея Птица, перепрошу Давайте, откроем первое, поставим титул Здоровья Дома Здоровья Дома Ждем Ждем Обновление видно Классно Классно И вот здесь Нашли, нет? Ага, на цей раз получилось И Дроиду Коринтян 12 розы И второе это Саня Каринтина, вторая глава Нет, двенадцатого Двенадцатого Дроиду Коринтян Еще начинаем Ну, давайте Почнем с Титом Почнем с Титом Господа, дякую Тобе за цей час, что Ти нам ждал Боже Боже, спасибо тебе за то время, которое Ти уже дал нам сегодня И за это удивительное слово, которое нам говорило И за это удивительное слово, которое нам говорило Богато разных вещей Множество разных вещей Боготое слово Боготое слово Боготое слово, спасибо Тебе, Боже И нас тракалось И Ти нас изменял И сейчас, Боже, проводь нас в этом служении Поможь мою уст И наши сердца Как мы будем слушать Тебе, Боже И говори Твоё слово И говори Твоё слово В своих сердцах На наших устах Слова веры, которые Ти вкладываешь в нас Збудови нас Боже В имя Иисуса Христа Аминь Аминь Тита 2 Тита 2 11 вирш говорит Неймоверную правду Бо з'явилась Божья благодать Ибо явилась благодать Божья Что спасает всех людей Спасительная для всех людей Бо з'явилась Божья благодать Что спасает всех людей Именно так Она спасает всех людей И в этом есть слава Евангелия Воно есть славная добрая звездка Дуже добрая звездка Всех спасает Всех спасает Независимо Якою вы расы Якою вы мовы Независимо от того Какой расы и языка вы Из какого вы страны Из какого вы страны Из какого вы города Или села Или села Независимо от того Независимо от того Сколько греха вы расплодили Независимо от того Сколько греха вы расплодили З'явилась Божья благодать Что спасает Всех Вас 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 в том числе Вас в том числе Тому Христос сказал Прийдите и пейте Евангелие от Ивана Прийдите и берите даром Без грошей купите без грошей А Йжу Для вашего життя Бо не хлебом самим живе людина Ибо не хлебом единым жив человек Вы маете и хлеб И до хлеба И на стил и под стил А життя нема Но жизни нет Вы їсте десятки роков в своем житті А життя нема Но жизни нет И вы уже знаете что не хлебом живе людина И вы знаете, что не хлебом жив человек? Не самим, потому что хлеб необходим, но он не дает жизни. Не только ним, хлеб нужен, но он не дает жизни. Он поддерживает биологическую жизнь, жизнь нашего тела. Но мы не тело. Мы душа, которая сидит в теле. Наша личность это душа, которая живет в теле. И это человек. И это человек. И это жизнь должна быть жизнь для души, а не для тела. И это слово. Слово благодати. Заявилась Божья благодать, что спасает всех людей. Придите и возьмите. Прийдите и возьмите. Нет, там двери нет. Смотрите, что у нас есть. Видите? Это наш новый проект. Видение, которое пришло через всю церковь. Видение, которое пришло в конечном итоге через всю церковь. Первый раз Костя говорил про это. Впервые Костя об этом говорил. Полгода назад. И приехал Пастор Роман. Еще до того я раз думаю, как бы это можно было сделать. А до этого год назад я подумал, как это лучше бы сделать. Минулые в весну, на начале лета. Прошлой векой, начале лета. Потом приехал Пастор Роман. Потом приехал Пастор Роман. И запустил это все. Здесь написано. Вы можете поделать collective support. Там написано на русском «изучение Библии в вашем районе». Тут написано «вивчение Библии в вашем районе». С другой стороны, есть место, чтобы написать имя и ваш контакт. Я думаю, вы уже догадались, чтобы это раздать людям. Чтобы у них было изучение Библии там, где они находятся. Тут есть тысяча штук. Это тысяча людей, которые должны узнать. В Киеве сегодня должны узнать. Этим летом. Что появилась Божья благодать. Что Божья благодать и милость. Спасающая всех людей. Вот тысяча людей. Тысяча людей. Можете узнать через это. Что появилась Божья благодать. Какая может спасать их. Вы пойдете и засвидете, потому что вас спасла. И вы будете говорить этим людям, что благодать есть. И вы будете говорить этим людям, что благодать есть. Как мы уже сегодня услышали эти свидетельства. Только про финансы. Только про финансы. Про финансы, от которых жизнь, собственно, не зависит. А есть много других дел, где каждый из нас может сказать, что есть Божья благодать. Но есть множество других сфер нашей жизни, где мы все можем сказать, что есть Божья благодать. И для этого есть тело Христовое. И для этого есть тело Христовое. Это одна из функций тела Христового. Это одна из функций тела Христового. Одна из главных функций тела Христового. Одна из самых главных функций тела Христового. Ефесян четвертий розділ. Ефесян четвертий глава. Збудовувати самого себе. Ободрять самого себя. Любовью. Любовью. А, не ободрять, созидать. Созидать. Будувать. Там слово в оригинале «будувати», как «будивельник». В оригинале там слово «строить», как «строитель». Цегла на цеглу. Кирпич на кирпич. В любови. Цеглу любови на цеглу любови. В любви. Кирпичик любви на кирпичик любви. Любовью, співчуття, взаєморозуміння, це полили. Сочувствием, взаємопониманням, полили. Як цементом. Христом. Щоденним Христом. Ежедневним Христом. Положили ще одну цеглу любовью. Походили ще одну цеглу любові. Будувати самого себе любовью. Строить друг друга любовью. Це не значить, що я себе збудовую. Это не значить, що я сам себе збудаю. Там говориться про церкву Божу. Там речь идет о церкві Божьей. Тіло Христове. Тіле Христове. Зв'язано різними зв'язками, сублобами, зв'язками. связанные разными связками, суглобами, суставами, мышцами, священными связками. Резноманитные связки. Подивите этот вирш, 54-й раздел. Для того, чтобы разобудовать самого себя. Для того, чтобы создать самого себя. Тело Христова строит самого себя. Как это происходит? У меня тяжкий день. У меня тяжкий тиждень. У меня сложная неделя. Я приходит сюда. И дядя мне говорит, что появилась Божья благодать. Я спасаю всех людей. И меня спасла на этом тиждень. У меня не было работы, Бог дал мне работу. У меня не было работы, Бог дал мне работу. Або, я не знаю, например, вы только что слышали живые свидетельства. Мы только что слышали живые свидетельства. У каждого из вас есть свидетельства Божьей благодати. У каждого из вас есть свидетельства Божьей благодати. Она может быть в разной форме. Она может быть в разной форме. Века нашла 100 долларов. В тот день, когда я сгубила 600 гривен. В тот день, когда потеряла 600 гривен. И она недавно приняла спасение и свалилась с Господа. И она недавно приняла спасение и ругалась с Богом. Бог сказал, ты хей не переживай, вот тебе 100 долларов. Бог сказал, тихонько не переживай, вот тебе 100 долларов. Были еще такие приклады. Еще были такие примеры. И это я говорю про финансы, потому что финансы для нас самое шкурное питание. Я говорю финансы, потому что финансы такое самое ближнее к телу. И пока мы маленькие, пока мы не зрели в вере, то сатана нас больше всего лякает финансово. То сатана больше всего нас пугает именно финансы. Он говорит, умрешь? Умрешь. Гроши заканчиваются. Деньги заканчиваются. На мобильном только 50 гривен лишилось. На мобильном только 50 гривен. Это капец. Все. Есть такие люди. Есть такие люди. О, но мы приходим в тело Христово. Мы приходим в тело Христово. Собираемся. Собираемся. И кто-то говорит, есть Божья благодать, Бог такой удивительный. И кто-то говорит, есть Божья благодать, Бог такой удивительный. Он может и другими словами, но приходит и говорит, Бог такой верный. Он может говорить другими словами, но приходит и говорит, Бог такой верный. Свідчить про то, что написано в Писании, свідчить из своего життя. Свидетельствует о том, что написано в Писании, но свидетельствует о своей жизни. И вы думаете, что он говорит? Ничего такого нет. И вы думаете, что он говорит, но ничего такого нет. Но человек говорит вам, и вы видите, что в его жизни есть. Но человек говорит, и вы видите, что в его жизни есть. И вы понимаете, что в его жизни появилась благодать, что спасает его. И вы видите, что в жизни этого человека появилась благодать, которая спасает его. Я это не буду забирать. Хай стоит, смотрите на это. Это не заберу, смотрите все. Это тысяча людей, которые на улицах потребуют узнать. Это тысяча людей, которые на улицах и нуждаются в том, чтобы узнать. Что есть благодать, что есть благодать, которая может появиться в их жизни и спасать их. Дивите, Коринфянам, 12-й розовер. Второе послание Коринфянам, 12-й глава. У нас случается ситуация. И они не просто случаются. Есть план, певный план жизни христианина. И они не просто случаются, есть определенный план жизни христианина. Вы слышали про это? Вы слышали об этом. Дорога, которая ведет до жизни? Дорога, которая ведет к жизни. Какая она? Узкая. Вузесенька. Очень узкая. Вузесенька дорога. Вы видели когда-нибудь очень узкую дорогу? Вы видели когда-нибудь очень узкую дорогу? Уживая справа благодать. Бачили? Тропа. Вузскую дорогу. Да. Ну так. Мова что йде не про стежку. Речь не о тропе. Стежка тут вольно почуваешься. Смотри какая и где. Ну я не бачу узких стежок. Я бачу узкую дорогу. В лесу между деревьев, из кусты. На тропе есть? Ну может. Над прервою. Над прервою. Дуже хорошая ця аналогия. Прикладай, пожалуйста. Над пропастью. А если вы будете в Величевске, поедьте на корене. Если вы будете в Величевске, посетите к кореням. 72 причал, да? 72 причал. А там набудованы будиночки, как в Италии. Там домики настроены, как в Италии. Или в Португалии. Или в Португалии. А как с кубиками в детстве точно. Как из кубиками в детстве. Там вот такие вот проходы. Вот такие узенькие проходы. Дуже долгие вузесенькие проходы. Очень длинные, очень узкие проходы. Если Бог меня будет так ростить в Благодати, я скоро туда не пойду. Если Бог будет продолжать меня в Величевске, я скоро не помещусь. Вузесенька дорога. Очень узкая дорога. И часто можно в этих фильмах увидеть, есть такие улицы, в которых буквально боком нужно протискаться. И часто это в фильмах можно увидеть, есть такие узкие улочки, где буквально боком нужно идти. В мире. Взимку уж. Взял? Взял? Взял. 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 Вот. И вузька дорога до життя. Узкая дорога в жизни. Это означает, что непросто по ней идти. Это значит, что непросто по ней идти. Часом нужно бочком протискаться. Иногда нужно бочком протискаться. Часом нужно как крезь волчине в ушко верблюдові на колено вставать. Иногда нужно как через ушко иголки, а верблюдо становиться на колене. Это ворота в Йерусалиме, волчине в ушко. Это ворота в Йерусалиме, а ушко иголки. Угу. Дивите вам приклад. 12 розділ. Денадцатая глава. Сьомого верша. Седьмого стиха. А чтоб я через прибагато объявлений не величався. И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений. То дано мне в тело колючку посланца сатаны. Дано мне жало вплоть ангел сатаны. Чтоб бив в обличчяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя Узкая дорога, которая ведет до жизни, только Христос может пройти по ней, и когда я втискиваюсь в нее, Бог стискает меня до размеров Христа, как послание до Галатий. Он растет, я уменьшаюсь до размеров Христа, как камни, из которых строился храм в Иерусалиме. Тисались под землей, чтобы не было слышно шума инструментов над ними. Кубы, кубичные камни, тисались до размера куба, который идеально проходится в стяну в Храме. Знаете, какие размеры были у них? Знаете, какие там были размеры? Большие. 5 на 5 метров. Я не знаю, ликтем, метрем, я знаю, что там было число 5 в основе. 5 на 5. Да, это благодать, вы знаете, что это число благодать. До размеру благодати. До размеру благодати. Чтобы бил в обличье меня, чтобы я не величался. Бил в лицо меня, чтобы я не превозносился. Восьмой вирш. Про него тричьи благав я Господа. Восьмой стих. Трижды молил я Господа о том, чтобы он отступился от меня. Чтобы удалил его от меня. Что, не бывает у нас ситуации, про которую мы молим в Бога? Боже, смяни эту ситуацию. Хай уже кончится это. Не бывает ли у нас так, когда мы молимся Господу Божию, убери эту ситуацию, пускай она закончится. Так, ну коли уже будет ответ на эту молитву? Ну когда уже будет ответ на эту молитву? Когда уже будет это, чего я жду? Причьи благав я Господа. Трижды молил я Господа. Есть вещи, о которых мы молимся год, а может и больше. И сказал он мне, Довольно для тебя благодати моей. Довольно для тебя благодати моей. Тебе не нужно изменять ситуацию. Тебе нужно годовать благодатью. Тебе нет необходимости менять ситуацию, тебе нужно питаться благодати. Теби не нужно забратися з ситуации, тебе нужно принять благодать для ситуации. Тебе не нужно идти из ситуации, тебе необходимо принять благодать для ситуации. Как написано, Вьякова? Будьте видеть не грошолюблены в jakого. Задовольняйтесь в евреи. В 13 стихе церевьбу. Як написано на послüfание евреев buzz. Будьте не сребро любви вы в жизни. Задовольняйтесь тем, что маете. Будьте довольны тем, что имеете. Сам бы сказал, не покину и не полишу тебя. Ибо сам он сказал, не оставлю, не покину тебя. И в оригинале мы знаем, там, потрогенное повторение. Я никогда, никогда, при никогда не покину тебя. И в оригинале мы знаем, там, тройное повторение. Никогда, никогда, при никогда я не оставлю тебя. Это в контексте, он говорит, будьте не грошолюбны. Не любите денег. Та забудьте уже эти финансовые вопросы. Задовольняйтесь тем, что имеете. Бо я вас не покину. Вам достаточно моей благодати. И жизнь не в финансах, а в благодатах. Мы привыкли все решать через финансы. Мы привыкли все решать по-своему. Я говорю не про финансы, а сейчас не финансы. Про наш способ мислення. Мы привыкли, что это решается так и так. То, что Константин проповедовал. А Бог хочет решить это совсем по-другому. На дороге жизни это решается по-другому. На пути жизни это решается иначе. Больше того, Бог никогда не повторяется. И мало того, Господь никогда не повторяется. Вашу ситуацию решить не так, как мою ситуацию. Вашу ситуацию решить по-другому, чем мою. Пастор Крис на початку служения был в Одессе на миссии. В начале служения Пастор Крис был на миссии в Одессе. А он был главным пастором? Или он посещал эту церковь, там был главным пастором. А кто основал наше служение в Украине? А апосттор Крис это тот, кто основал служение нашей церкви в Украине? Нет, нет. Наше служение в Украине, Божией Церкви. Потому что есть одна церковь и много служений. Потому что есть одна церковь и много внести. Наше служение называется Больше Благодать, а есть еще евангелисти, баптисти, православные, католики. А есть еще евангелисти, баптисти, православные, католики и другие. Люди не Jewish, но это другие служения в одной церкви, и это служение такое Більша благодать в Україну заснованное пастором Крисом? И наше служение Більшая благодать основана в Украине пастором. Так вот он был в Одессе, ему нужно было дать соб begёта. Ему нужно было провести бракосочетание. Ему нужен был костюм. И у него, как и у меня, например, не было костюма. У него не было костюма. А ему завтра нужно провести шлюп. И он главный пастор служения на тот момент в Украине. И он рассказывал эту историю несколько раз. Это было давно, в 90-х годах. Мы надеемся на Господа. Бо появилась благодать, которая спасает всех людей. У всех ситуациях. И на кого мне надеяться, как не на Бога? Он идет вечером по улице. В Одессе. Из прогулки выскакивает мужчина, с этой руки вот так вот пакет. И утекает в другой прогулок. И убегает в другой прогулок. Розгортает там костюм. Его размеры и его любимого поля. Синего, до речи. Синего. Синего, до речи. Через два. Это вообще на голову не налез. Який Бог добрый. А то, что Игорь через несколько лет расскажет, вообще на голову не налез. Какой Бог добрый? Мы не можем ожидать от Бога шаблонности. Мы не можем ожидать от Господа шаблонности. От Творца Всесвит у шаблонности. От Творца Вселенной шаблонности. Поэтому мы можем просто ему доверять. Поэтому мы можем не доверять. Про то, что он сказал Павлу в этот момент. О том, что он сказал посолу Павлу в этот момент. Досить Тоби моей благодати. Достаточно Тоби моей благодати. Это уже следующий уровень духовного возрастания. Когда я приниму в моей ситуации в моей ситуации. Что Божья благодать существует для этой ситуации. И ее достатня. И не буду переживать, что завтра умру. Но буду верить Богу, что ее достатне на завтра. Но буду верить Богу, что ее достаточно и на завтра. Не турбуйтесь про завтра Матвея 6-я глава. Завтра про себе само поторбуется. Завтра сама себе побеспокоиться. Какая безответственная фраза? Само про себе поторбуется. Завтра сама себе побеспокоиться. Дехто из ваших знайомых, если вы им это скажете, не скажите им это, они выбухнут. Не говорите эту фразу, они все знакомы, они просто могут взорваться от нее. Деякие из них. Некоторые из них. Родители. Но когда мы начинаем в это верить? Но когда мы начинаем в это верить? Мы усведомлюем, что мы не встанем справиться с этим. Мы осознаем, что не в состоянии справиться с этим. Как Костя сказал сегодня, что ты можешь все рассказать людям, но ты не заставишь ей поверить. Как Костя, ты можешь все рассказать человеку, но не в твоих силах заставить ей поверить. Потому что знания надымают, любовь будуя. Потому что знания поднимают. Поднимают. Это у нас в карантянах. Знания делают гордым. Любовь строят. Да. Не знаю, как в русском это звучит. Знания надымают, любовь будуя. Потом поднимаемся. И когда мы в это поверим, что мы не можем изменять свое жизнь. И когда мы в это поверим, что мы не можем менять свою жизнь. Тогда мы введем в этот статус немощи. Тогда мы введем в это состояние немощи. Немощ. Немощ. Когда я не могу. Когда я прийму это, что я не могу. Когда я прийму, что я не могу. появится место для Божьей силы. Тогда только будет действоваться Божья сила. В немощи. И тогда я буду хвалитись своими немощами. Часто хвалитись своими немощами. А я не могу этого, а ты что не можешь? А ты не можешь этого, а я больше не могу, чем ты. Но люди зазвичай хвалятся тем, что они могут своими достижениями. Потому что они в другом царстве. В другом правлении. Божья сила существует в другом направлении. Когда мы поверим, что Божьей благодати достаточно. Чтобы спасли нас в этой ситуации. Чтобы она уже появилась для этой ситуации. Чтобы она уже появилась готова в этой ситуации, чтобы спасли меня. Потому что она спасает всех людей. Потому что она спасает всех. И в эти тяжкие времена, когда мы на наших узких дорожках. Когда Святой Дух нас через трошки потешает и говорит, что все хорошо. Когда Святой Дух нас периодически утешает и говорит, что все хорошо. Никто не сказал, что христианство будет дорога услана розами. Никто не сказал, что христианство будет дорога услана розами. Посмотрите Коринфянам, римлян, читайте. Нас вважают на приреченных на заклане. Что нам положено умерти. Посмотрите, в послании Коринфянам Криллянам нас считают положенными на заклане. Тем, кто предназначен быть убитым. Вважают, что нас можно вытирать ноги. Вважают, что нас можно вытирать ноги. Сатана так считает. Деякі люди так вважают. Демони так вважают. Демони. Но Бог нас делает победителями на каждом месте. Через Его благодать. И весь мир удивляется. И нам 2000 лет. Церкви. Нам 2000 лет. Уже прошло 3000 лет. Потому что появилась такая Божья благодать. И она нас спасает, и спасает, и будет до смерти спасать. И он никогда-никогда-никогда не оставит и не покинет нас. И мы должны научиться в это верить. В любых ситуациях. В любой ситуации. В хорошей ситуации. Дякувати Богу. Дякувати Богу. В тяжкой ситуации. В сложной ситуации. Возрастать в вере. Как сказал Калев, эти враги, эти великолепные фотографии нашли вам на фейсбуке. Как говорили, хлеб, эти враги, эти великаны. Бачили? Нет, на фейсбуке. Видели ли фотографии на фейсбуке? Вот такая черепушка. Не знаю, но они есть, потому что Вика видела в метро недавно. Чуть-чуть меньше. Чуть-чуть меньше на 5-метровом. 3,5-метровой тоже нехило для Киева. Калев сказал, о тебе дядьки, это хлеб для нас. Эти дяди, это хлеб нам. Эти великаны. Эти проблемы. Эти голеаты. Это хлеб для нас. Что было с Давидом, когда он забил своего первого голеата? Что было с Давидом, когда он забил своего первого голеата? Да, 없어 то то, что жену дали. Про него познавелся весь Израиль сразу. А мало того, что ему жену дали. Весь Израиль о нем узнал сразу. И весь świat говорит про это сегодняшний день. Перемагати с Богом. Вчатися перемагать с Богом. Учитесь побеждать с Богом. Учитесь Библией. Чтобы победить с Богом. Бо Божией благодати достатньо. Бо Божия благодать появилась. И спасает всех людей. У всех ситуация. И нас с вами тоже. И нас тоже. В первую очередь. Бо мы тут сидим. Тысяча киян. тысяча киян маять дизнаться, что появилась Божия благодать и мы пойдем им скажем этого лета а потом выдухуем еще тысячу и где кто прийде и будет познавать это не в досвиде кто-то захочет идти стопами Иисуса Христа кто-то захочет идти стопами Иисуса Христа кто-то захочет быть героем как Давид кто-то захочет быть героем веры и вчитесь верить Богу и будет приходить и ставить учением Иисуса Христа и будет приходить и становиться учеником и будет есть эту книгу как пастор Роман проповедовал в новый раз и будет есть эту книгу как пастор Роман проповедовал в прошлый раз и есть ее мы говорили на святошину 4 от 20 до 30 лет 4 парня сидели мы общались с парнями 4 парня от 20 до 30 лет сидели и разъявивши роти и слушали нас и открыли рот и говорили с нами и говорили с нами полтора часа они нас не ждали они нас не ждали но на самом деле ждали всю жизнь они полтора часа сидели полтора часа сидели 15 минут 15 минут они ждали они ждали они ждали Они хотят быть победителями, защитниками. Они хотят керовать своим жизнью. Они хотят иметь победу в своей жизни. И они чувствуют, что есть такая вещь, которая может их спасать. Потому что Бог вложил это в их сердце. Вот, их много. Мы пойдем, будем все раздавать и шукать этих людей. И будем делиться с нами. Это вивчение Библии. Мы будем рассказывать свидетельства своего жизни. Что Бог сделал в нашей жизни. В наших финансах. В нашему здоровью. С нашими батьками. С нашим навчанием. И почему мы до сих пор идем за Господом. Это очень просто. Это и вивчение Библии. Вивчение Библии на живых людях. Бои появилась Божья благодать. И появилась Божья благодать. Яка нас спасла. И спасающая нас. И спасает Али. И продолжает нас спасать. И будет спасать иначе. И будет спасать других. И слава Богу за цене. Слава Богу за цене. Давайте заспеваем зла. Старайтесь, поем. Весело? Что вы хотите заспевать? Дай Богу. Да? Есть? А наш? То пашу дай Богу не пойдет в певу. Абонокольку. А дай Богу не найдите нам цей. Бо они все знают. А что там в нас? Там стоило. 117. Да, 117. Это рядом. Заложим. Я поширю. Давайте 43-ю спочатку. Вот это 117. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Длаготавал DimaTorzok И поможи тем людям, которых тут нет, которые потребуют помощи, Господь, поможи в Патистане, Господь с их сиротинцем и те и другие служения, которые хотят приедаться до нас, Боже, приватить их твоими дорогами. И астрадь Джозефа, который собирается туда поехать, дай ему визу, Господь, и благословую конференцию, которая начнется на полный тиждень в Балтимуре, так что можно дать нам послушать, Господь. И весь этот тиждень в имя Иисуса Христа было Слово. Аминь. 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 Ви можете взяти ці визитки. Я поставлю їх на кухні там на стіл. Скільки вам треба, стільки візьміть. Будь ласка. Аминь. Аминь. А ты заборати собою ж будешь правильно? А, дуже добре. Решту я заберу с собою. Дуже добре. Дуже добре. Дуже добре.